Друзья мои, вы, наверное, точно так же, как и я, периодически натыкаетесь на практически полностью съеденные белые грибы. Вот с такими следами от зубов. Вот как у этого небольшого беленького, которому, наверное, дня 3-4 всего, а он уже на половину съеден. Согласитесь, обидно. Я, прямо скажем, давно хотел с поличным поймать этого преступника, кто пожирает потенциально мои белые грибочки. И для этого я решил ночью устроить засаду, потому что обычно этот пожиратель выходит из своего укрытия именно ночью. Но, прямо скажем, лесный обитатель гораздо более чувствительный, чем мы с вами. И, боюсь, он учует меня или увидит своим ночным зрением и не вылезет из своего укрытия или пойдет искать другой белый гриб. Поэтому я придумал такой выход. Установлю у белого гриба скрытую видеокамеру с датчиком движения. И если хоть кто-то подойдет к этому грибочку, мы увидим этого преступника в лицо. Но вот, кстати, и он. Оказалось, это маленькая, но крайне прожорливая полевка. Вы видите, сколько подходов задать она успевает совершать к одному небольшому белому. В этот раз для нее все закончилось достаточно трагично. Она с гору подгрызла коренью гриба и тот упал прямо на нее. Но на первое место, конечно, нужно поставить личинку грибного комарика. Мы все ее называем червями. Согласитесь, обидно, когда в июне приходишь в лес, полный колоссовиков. А положить в корзинку нечего. 90% из них просто насквозь червивы. Слабонервным дальнейшие кадры лучше не смотреть. На макросъемке вы видите, что творят личинки и насекомых в плоти белого гриба. Но между комариком и мышью все же на второе место надо поставить слизня. По моим наблюдениям, пара-тройка слизней способны уничтожить среднего размера белые буквально за сутки. И дальше ползти по лесу, ища новый грибок. Благо, органы чувств позволяют им унюхать вкусный грибочек за пару метров. И, кстати, не дефицит слизней, это все миф. На самом деле, эти твари ползут весьма быстро и запросто способны, после того, как сокрут один гриб, за пару часов найти другой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова